Вопросы, которые рассматриваются, или вопрос, который рассматривается под хадисом 432. Сколько человек должно прийти в мечеть, чтобы можно было совершить намаз джума? То есть, если пришло 10 человек, достаточно ли, чтобы совершать намаз джума? Или если пришло 3 человека только, 1 имам и плюс 2 вместе с ним, можно ли им совершить намаз джума? А если пришло только 2, имам рассказывает, а один сидит, смушит, можно ли совершить намаз джума или нет? Вот это вот вопрос. В этом вопросе есть несколько мнений. Из этих мнений следующее, то есть самое известное мнение следующее. Аль-ауэль первое мнение сан-аакиду би-арбаина Раджулен. Намаз джума является действительным только если в мечети присутствовало 40 человек, не меньше. Сайбума маза ба-шафи у Ахмад филмашури ан. И это мнение имама Шафи, а также имама Ахмада, самое известное мнение от него. А также из Хака, и это ревоят от имама Малика. И в довод взяли то, что первый, кто совершил намаз в шафи ума в истории ислама, был Ахад ибн Зурара, который собрал людей в местечке, которое называлось нахи аль-хафи ума, и совершил с ними намаз в шафи ума, а тогда людей было 40 человек. Этот хадис приводит Ахудал, ибн Малика, ибн Хузима, и снат его является хорошим. Но в этом хадисе есть ли указание, что если было бы меньше 40 человек, то они не провели бы в шафи ума? Указания нет, что это является условием, так или нет. Просто приводится история, что так произошло. Дальше. Вот тогда любят хадис Джабри ибн Абдилля, айнда дарахутни. Также использовали хадис Джабри ибн Абдилля у имама дарахутни, Анна Укаль, то, что Джабр сказал, Малат ас-сунна аннафикулли арбаина сасаидан джума. Сунны являются, что если пришло 40 человек и больше, то можно совершать намаз джума. Вот хадис он с шагиду два, усаятия и тель-китах. И этот хадис является очень слабым, и он еще придет в книги. Придет в книги у нас на странице 153. В его иснаде Абдуллязиз ибн Абдурахман аль-Ба-Луси, который является обвиненным в сочинении хадисов. Мутсагам бин-Луаза. Также в его иснаде Исхак ибн Халид аль-Ба-Луси, который является слабым, а также в его иснаде Хусейф аль-Дезари, тоже является слабым. То есть два слабых, один обвиненный во лжи. Такой хадис каким называется? Саил-Диджа. Но очень слабый этот хадис. Так или нет? Дальше. Атсани второе мнение в вопросе. Тан-Акиду бихамкина раджулян. Что если придет 50 человек, тогда можно совершать джума. А если меньше, чем 50 человек, тогда джума совершать нельзя. Это мнение передается от Умара ибн Абдул-Азиза, а также это один из заявлятых от имама Ахмада. Третье мнение. Тан-Акиду бихамкина раджулян. То, что джума, точнее, что можно совершать, если пришло 12 человек, не меньше. Это мнение Рабиа, то есть шейха имама Малика, и в довод они привели хадис Джабера, который у нас в главе. То, что с пророком стало 12 человек, и он не прекратил джума, а продолжил совершать пятечную проповедь. Четвертое мнение. Тан-Акиду бихарба. То, что если придет 4 человека, то достаточно. То есть имеется в виду один имам, а трое слушают. То есть трое как джума, а один рассказывает им проповедь. Тогда можно совершать джума. Это мнение Абу Ханифа, а также двух его учеников, также Аляузаи, Малика, Сухьяна Саури, нам. В одном из реверсов от этих двоих, а также Лейфа ибн Саада. Аль-Хам, и спятое мнение. То, что если придет 3 человека, тогда уже намаз можно джума провести, проповеде вместе. И это мнение Ибн Мубарака, Аляузаи, Сухьяна Саури, Абу Саура, имама Ахмада в одном из реверсов от него, стоит. И это мнение выбрал шейх Ибн Бас, а также Аллаама ибн Усаймин. Вдовы они привели, что наименьшее, что множество слова рабов в языке, это 3. Ваби Хадид Абид Дарда, и также Хадид Абуд Дарды, где сказано, Мамин Саласа, Сикар Ясин, Ла Тукан Тиимус Сала, Илля Кана Кад Истахваза Алиимус Шейтан. Если в какой-то деревне живут 3 человека, и они не совершают коллективных намазов, то власть над ними возьмет шейтан. Ахраджи Абуд Абуд, этот Хадид приводит Абуд Абуд. Вак Иснаде Асайд Ибн Хабейш влаху Маджюли-Ухаль. Но этот Хадид является слабым. В его Иснаде Асайд Ибн Хабейш, положение которого неизвестно. 5 мнений понятны или нет? От большего к меньшему. Так или нет? 50, 40, сколько еще? 12, 4, 3. Асайдит и шестое мнение Анна Атан Акаду, Бима Атан Акаду, Бия Аль-Жама, влаху Май-Иснан. То, что можно провести намаз джума с таким количеством людей, и посредством которых можно провести коллективный намаз. А это два человека. То есть, если придет только два человека, они могут джума совершить. Один имам, второй рядом стоит. Так или нет? То же самое джума, нам. Говорит, то есть, имеется в виду, два человека имеется в виду вместе с имамом. Второй, кто имам? Один имам, второй сидит, слушает. Один имам, второй дает азан. После того, как дал азан, сел и слушает того имама. Есть вот такое шестое мнение, что можно провести джума. И это мнение Аль-Хасана ибну Салиха, а также Абу-Саура, а также Дауда Аз-Захири, а также это мнение переделется от Макхула. И это мнение, которое выбрал Ибну Хасан, а также Ахсанаани, а также Шулкани, а также Имам Албани, а также Шейх Мухбин. Но садами у Аля-Залика бе-хадис Париф ибну Шага. И в довод они привели хадис Париф ибну Шага, аль джума хаккун вадибун аля кулли муслимин си джума. Джума является обязанностью каждого мусульманина в джума'ате. А джума'ат является действительным, если пришло два человека. И при верности этого шестого мнения сказали, нет никакого довода на то, что должно быть для действительности джума больше, чем два человека. Нет довода на это. Это последнее шестое мнение является правильным из-за доводов, которые привели к приверженцу этого шестого мнения. А что касается тех, которые приводят до вот этих историй, в которых было 40 человек или 12 человек, то это все, все это лишь истории, в которых так получилось, что пришло 40 или 12. И в этих хадисах говорит, что нету довода на то, что нельзя совершать меньше, чем 40 или 12. А что касается ограничения четырьмя людьми или тремя людьми, то нет на это довода. Саида говорит в примечании аль джума'а лату салла илля джима'а. Пять часов намаз не совершаются, кроме как джима'атом. То есть один человек, если пришел один человек, джума'а не делает, так или нет? То есть хозбу рассказывать некому, никто его не слушает, так и, соответственно, намаз тоже не с кем проводить. И это является неправильным от одного человека, как на это указывает хадис цариха ибн шахаба. И единогласное мнение на это привел имам аль джума'а, а также ибнураджи. Мнение на что? Что один человек не проводит джума. Если ты пришел в мечеть и вообще никого нет, ты один, так, все проспали или все ушли на фронт, так или нет, тогда что? Тогда ты не совершаешь намаз джума', но совершаешь намаз зуга. Такое бывает, много такое в глухих деревнях российских и тому подобное. Человек приходит в мечеть на джума, думает, что здесь джума'а проводит, допустим, так, и смотрит, замок висит на дверях. Еле-еле отпилил замок, или открыл его как-нибудь так, нашел где-нибудь ключ, зашел в мечеть, никого нет, что делать будешь? Так, прочитал на мазоре и ушел домой. Стоит. Отпилил замок, имеется в виду, если у тебя есть на замену замок, так или нет, то есть замок пилить и так оставлять в брошенном виде не разрешается, естественно. Стоит. Значит, правильное мнение окончательное, что если пришло два человека, то они могут совершить, что пятничный намазок.